День Казанской иконы Божьей Матери отмечают дважды, летом и осенью. Казанскую и летнюю, так праздник называют в народе, ежегодно празднуют 21 июля. Казанскую икону Божьей Матери считают чудотворной. Почитать икону начали с 1579 года. Такая особенная символическая наполненность и значимость, она была определена, наверное, самим местом обретения извода Казанской иконы Божьей Матери. Дело в том, что прошел пожар большой в Казани, в новопостроенном городе. И в этот момент татары, живущие на этой территории, они просто посмеялись над русскими, сказав, что, наверное, ваш христианский бог вам не очень-то и помогает. И вот как заступница перед язычниками, как покровительница христиан на языческой земле, Богородица и явилась в этот момент для того, чтобы явно и вещественно доказать, что ее молитвенная помощь никогда не оскудевает. С тех пор это особое покровительство именно воинам, которые сражаются за веру христианскую. Христианскую икону сопровождал русские войска во время польской интервенции, Петра Первого во время борьбы со шведами, а в 1941 году самолет с этой иконой облетел Москву, когда началась Великая Отечественная война. Впоследствии появилось очень много списков, причем уже вскоре после того, как она была обретена, не было понятно стопроцентно, где подлинник, где списки. Очень много самых разных версий на этот счет бытует. И в конце концов появилось много списков, которые тоже, в свою очередь, стали признаваться чудодейственными. И, в общем, эта икона стала весьма и весьма популярной. У всех списков иконы Казанской Божьей Матери есть определенные отличительные черты. Это, как правило, оплечное или погрудное изображение Богородицы, то есть мы не видим ее путеводительного жеста к младенцу. А в остальном она, в принципе, очень похожа на Адигитрию. Единственное, что лики младенца и Богородицы сближаются друг с другом, то есть акцентируется связь между матерью и младенцем. И вот это, с одной стороны, акцентирование связи между двумя ликами, с другой стороны, это акцентирование связи с самим предстоящим предыконой, потому что укрупнение лика – это значит укрупнение глаз. Лик Казанской Богородицы сейчас есть в каждом храме. В Рязани именем иконы назван монастырь. В нашем музее есть несколько икон. Это иконы, которые раньше бытовали в храмах, в рязанских, не казанских. Ну, поскольку, значит, популярны, то были и в других храмах. А если говорить о казанских храмах, то здесь известно, в Переславле-Рязанском еще в XVI веке был у нас монастырь, девичий явленский, как он назывался. То есть он был посвящен явлению казанской Божьей Матери. То есть, видимо, вот где-то вскоре после этого чудодейственного обретения в Казани он и появился. Сначала здесь существовал монастырь на территории Кремля, а затем в конце XVIII века был переведен на современную улицу Фурманова. Кроме того, что казанская Божья Матерь сопровождает русское воинство, с момента ее обретения ей принято молиться об исцелении от болезней, о заступничестве, о семье и счастье в личной жизни. Казанской иконой по традиции благословляют новобрачных. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».